Поддержит ли пенсионеры «Единую Россию» за выплату в 10 тысяч рублей? За других отвечать не хочу, а я лично нет. Находясь столько лет руководящей роли из всех партий, я не ощутил никаким образом, ну и даже, можно сказать, действия на, скажем так, жизни обеспечения пенсионеров. Ну, за «Единовременно» кто же не поддержит? А так я не поддерживаю «Единую Россию». Понятно, надо им голоса купить. Я уже выбрала, за кого я буду голосовать, и это не зависит от 10, 20, 50 тысяч. У меня папа пенсионер, и он эту новость воспринял положительно. С точки зрения поддержки мы с ним пока этот вопрос не обсуждали, к сожалению. Если у человека есть представление, хоть маломальские, о том, что происходит, а за эти все годы даже у пенсионеров должно все-таки в мозгу что-то созреть, ну, они сделают какой-то выбор. Ну, это смешно, честно говоря, у каждого человека есть выбор. Даже если ему 10 тысяч платят, конечно, неплохо, но так откровенно призывать за «Единую Россию». Моя бабушка тоже точно, я думаю, поддержит. Потому что, в принципе, она такой человек советский, она уже привыкла, что как бы от государства до своей помощи ждать, и когда 10 тысяч, для нее это будет уже достаточно. Плюс она не московская. Вот не так-то пенсия 15 тысяч, не ошибаюсь, так же 10 ей будет вполне лучше, чем ничего. Так что, думаю, она будет довольна. Для кого-то это большие деньги, кто-то и поддержит. У нас, понимаешь, это большое количество, очень сильно. Ну, не такая-то сумма, знаете, чтобы за нее там, ну, устали все, уже устали от власти, хотят другую власть. А я не люблю, когда мои голоса покупают. Это должно быть веление, как говорится, души, сердца и в первую очередь разума. И ни в коем случае это не должно сопровождаться какими-то выгодами, выплатами и так далее. Поэтому 10 тысяч для меня это нести. Хотя лишними бы они не были.